МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 февраля-вторник. Смотрите выпуски. Эпичное видео с городских улиц. Как идет борьба со снегом? На Кравченко работают специалисты травмпарка. И почему дорожники не замечают кучи на парковках? Когда их уберут? Центральный районный суд сегодня утром огласил наказание для лжевоенного из Ачинска, который геройствовал на акции протеста. А после задержания извинялся перед полицией. Ждем мы уже 6,5 минут. Сколько еще ждать, пока непонятно. Ачинцы не могут дождаться автобусов. Съемочная группа телеканала ОСА проверила, как работает онлайн-маршрут. Расскажем, когда в нем будут все автобусы. Но мы продолжаем следить, как в городе проходит генеральная уборка. Отмечу, что власти анонсировали, что меняют полностью подход к уборке снега в городе. Не скрою, что такого количества техники Ачинцы не видели давно. Сейчас на Кравченко работают специалисты травмпарка. Одни чистят, убирают. Ну а техника бывшего Ачинского транспорта вывозит эти кучи снега на снегоотвалы. Будто по отработанному сценарию каждый занят своим делом. Главная магистраль Ачинска превратилась в центр защистки. Чувство такое, что городские организации вышли работать на результат в короткие сроки. Трамвай, машины, дорожная техника. Все это создает картину глобальной зачистки. Работники травмпарка говорят, оптимизма в них хоть отбавляй. Еще бы техники, пару единиц. Было бы быстрее. Да, конечно, сложно и тяжело следить, и работать. Конечно, сложно работать. Но у вас каждый день вот такое движение идет? Физически, конечно, работаем каждый день вот так вот. Вот как человека, как Ачинца, спрошу. Поменялась ли жизнь в городе за последнюю неделю? Не знаю, я не заметил. Город чище. Все-таки чище становится? Ну, чище, конечно. Между пути убираем, как высота большая, снежного наката большая. И для общественного транспорта уже и на у нас тормозные башмаки тоже задевают. Тормозить плохо. А вы сегодня в роли кого сегодня здесь? Ну, ограждаю производство работ, чтобы эта машина не ударила. Своих ребят ограждаю, чтобы под машину не ушли. Ну, а самая большая сложность вот для ваших рабочих? А что у нас такая большая сложность? У нас лишь бы инструмент был исправленный. Руки есть. Потом вот этот снег с обочин, он вывозится? Ну, конечно, он уже Ачинский транспорт. Ну, как бы, бывший Ачинский транспорт. Они вон работают там со стороны первого пути. Все вывозится. Помимо техники и гор электротранспорта, в помощь на зачистку вышел погрузчик длинноземного комбината. Город словно начал оживать от многолетней спячки. Ну, не все Ачинцы рады такому подходу к работе. В редакцию ОСЫ жители с разных районов сообщают, техника действительно работает. Но итоги генеральной уборки создают совсем иное представление новому термину. Люди говорят, снежные кучи дорожники вовремя не вывозят. Во дворы и к парковкам торговых точек не подъедешь. В мэрии пояснили, вывоз снега будет. Сейчас дорожники работают на более значимых участках. Вывозить будут везде, в любом случае. То есть, если где-то не вывозят, в центр обеспечения или ко мне в отдел обращаются, говорят, мы фиксируем. Там требования удаем, сроки обозначаем. Мы больше двух-трех дней не даем. Напомню, массовая зачистка в городе началась еще на прошлой неделе. За это время Ачинцы сумели рассмотреть новый подход городских служб. Хватит ли сил и терпения дорожникам зачистить весь город? ОСА обязательно покажет. Анна Ахметова, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. 35 часов обязательных работ. Такое наказание назначили фейковому военному из Ачинска за участие в несогласованном митинге 31 января в краевом центре. Напомним, на площади перед БКЗ он в военной форме стыдил силовиков. А через несколько часов уже не так эмоционально извинялся в краевом отделе полиции. Причем дважды. Прошу извинения за то, что я пришел на этот митинг. Прошу извинения за то, что я одел в военную форму одежды, не имея на это полных прав. И прошу извинения, особенно перед сотрудниками полиции, за то, что я так громко кричал. Извините, это было на нервах. Как сообщили в Ачинском военкомате, судя по нашивкам, служил он в радиотехнических войсках сержантом. Однако после увольнения парень не имеет права носить военную форму. Приговор ему был озвучен сегодня утром в Центральном районном суде Красноярска. В Ачинск привезли очередную партию лекарств от коронавируса в количестве 400 доз. Массовая вакцинация начнется уже завтра. В пресс-службе межрайонной больницы говорят, вакцину вновь распределят по поликлиникам для приоритетных групп риска. Это медики, соцработники, учителя и те, кто имеет хронические заболевания. Желающим записаться нужно звонить в регистратуры поликлиник номер 1, номер 2. Телефоны указаны на экране, а также на официальном сайте межрайонной больницы в разделе веб-регистратура. А вот как выглядит картина по краю в официальных сводках Роспотребнадзора. Редактор субтитров А.Семкин Ресторан Б-52 приглашает на бизнес-ланч с 12 часов. Всего за 290 рублей шведский стол предложит более 30 блюд. Количество подходов не ограничено. В Б-52 несколько залов и любой банкет, корпоратив, свадьба и даже небольшой семейный обед пройдут в приятной атмосфере. Вкусно, уютно и недорого. Б-52 хороший знакомый с отменной репутацией. 25 квартал строения 8. Компания СИНТ представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. В магазин «Домовой» требуется продавец-консультант. Знание 1С, коммуникабельность, общительность, желание работать, обучение. Зарплата 30 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 890 48 65. Мэрия анонсировала снос десятков незаконных рекламных конструкций. Сегодня в Ачинске нелегальных счетов с баннерами в два раза больше, чем тех, что в законе. Первый бой черным рекламщикам власти дали в 2019-м. Тогда была снесена первая партия. Новости ОСА рассказывали, рабочие демонтируют щиты ночью, по официальным объяснениям, чтобы не мешать движению. В этом году масштаб сноса вырастет в разы. Разрешенных конструкций в городе всего 34. Однако мы все понимаем, что на территории города куда больше конструкций рекламных, которые установлены без разрешительных документов. Поэтому в 2000-м не уплачивают никакие суммы в бюджет города. Кроме того, доставляют неудобства коммунальным службам. Во время сильных ветров бывает, что падают и просто представляют угрозу. Поэтому в 2019-м году за счет средств местного бюджета было демонтировано 48 рекламных конструкций. В 2020-м году было выявлено еще 77 рекламных конструкций, которые установлены без разрешения. Пока, по словам Гришиной, владельцам нелегальных счетов направлены письма о добровольном сносе. Напомним, усердие городских чиновников в борьбе с незаконной рекламой подстегнул краевой министр строительства. На днях он побывал у нас с проверкой. И назвал наш город китайской провинцией. Из-за засилия старых вывесок. Сегодня в мэрии рассказали, в Ачинске появится и единый городской стиль. Так называемый дресс-код для предпринимателей. Это требования к фасадам. Такие уже есть, например, в Красноярске. Разработать эти правила должны в мэрии. Когда именно городской стиль появится и как власти заставят бизнес его соблюдать, пока неизвестно. Тема общественного транспорта, а точнее автобусов для Ачинска особая. То войны между перевозчиками, то нарушение контрактов. Еще Ачинсы недовольны графиком движения автобусов, а также некорректной работой сервиса онлайн маршрут. Сегодня проверяем, так ли все серьезно на самом деле. Попробуем дождаться самый популярный маршрут единичку. Для этого мы в браузере, в поисковике пишем. В браузере, в поисковике пишем онлайн маршрут Ачинск. Вот. И первая же ссылочка нам нужна. Открываем. И выбираем первый маршрут. Мы сейчас на остановке Педагогический колледж. И судя по информации сервиса, нужного автобуса сейчас не видно. Есть семерка. Попробуем дождаться автобуса первого маршрута. Засекаем время. Кстати, тут еще можно даже посмотреть, где сейчас находится нужный нам автобус. А также указан номер этого автобуса государственный и марка. Вот, например, к нам сейчас едет МАЗ-103 с госномером У-037МХ. В сервисе появилась информация об автобусе первого маршрута. Сейчас он на городской больнице. А мы ждем уже почти две минуты. Вот в сервисе также указаны расписание движения. То есть можно посмотреть, на какой остановке, во сколько времени тот или иной автобус будет. Ну вот на данный момент, судя по информации сервиса, нужный нам автобус от нас находится в пяти остановках. В данный момент между остановками «Детский мир» и «Железнодорожный вокзал» ждем 8 почти минут без малого. Ждем дальше. Надеюсь, не замерзнем. Сейчас сервис нам указывает, что нужный нам автобус должен подойти на остановку «Петколледж» в 11 часов 43 минуты. Сейчас нужный нам автобус находится между остановками «Торгово-экономический техникум» и «Автошкола». Интересно-то одно, что первый раз-то автобус вообще пропал? Да, сервис действительно работает некорректно. Но, в принципе, информацию отслеживать можно. Обновим. Опять пропал? Нет, нет навигации. Очень странно, что сейчас на линии в нашем направлении находится только один автобус. Но, мне кажется, в минус 20-25 их должно быть больше. Потому что ожидание действительно на морозе – это не очень приятная затея. Но мы ждем, продолжаем ждать, посмотрим, сколько еще. Сейчас уже 15 минут ожидания прошло. Вот какой-то автобус еще появился на горизонте. Причем сервис указывает, что, скорее всего, это наш. Потому что он между остановками «Медицинский техникум» и «Педагогический колледж». Вот, посмотрите, все сходится. К нам подъехал автобус с номером 397, первый маршрут. Ожидание составило 16 минут 40 секунд. Это в рамках интервала, но уж очень долго на морозе. Вот, честно говоря, я уже замерз. Подведем итог. Что мы заметили, пока ожидали автобус первого маршрута? Автобусы или не идут совсем, или начинают идти один за другим. Перевозчик ссылается на погодные условия, мол, гололед. Да и на переезде железнодорожном на хлебную базу приходится иногда постоять. Само приложение работает, информацию из него получить можно. Сервис хоть и работает с некоторыми сбоями, но, как нам пояснили в мэрии, Красноярск Гортранс, как владелец сервиса, производит смену сотового оператора. Соответственно, меняются сим-карты во всех устройствах ГЛОНАСС. И на это нужно время, поэтому сбои будут. Но информацию все-таки получить можно. Информация размещена о девяти маршрутах. Нет только восьмого, девятого, десятого и восемнадцатого маршрутах. В мэрии нам опять же пояснили, что перевозчики пока не обязаны там размещаться. Восьмерки, девятки пока там не будет, потому что у них действует контракт, который был заключен с ними пять лет назад. И тогда таких требований не было. Как дойдем до нового контракта, так будем включать. Это же точно причиной по восемнадцатому и по десятке. Когда будут заключать новые контракты с подрядчиками, в мэрии не уточнили. Мы же вам напоминаем, что если вас не устраивает работа маршрутчиков, вы можете обратиться по телефонам, указанным на экране. В Ачинский под снос пойдут три дома. Их жители в прошлом году уже переселились из ветких квартир. Это так называемая восьмихатка в первом микрорайоне и два дома в старом центре. На Партизанской 29 и Ленина 78. Как сообщили в Краеведческом музее, никакой исторической или культурной ценности эти строения не представляют. Из бюджета на разборку ветхих зданий планируется выделить почти 3 миллиона рублей. Позже эти участки пойдут под новую застройку. Всего в очереди на снос в Ачинске около 20 домов. Тут и район мелькомбината, старый центр и микрорайон авиатор. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!